привет друзья в этом видео я покажу вам как сделать такую красивенную полку для обуви полку камина или же просто полку для декора своими руками какие материалы для этого нужны нам нужна в первую очередь доска вот она эта доска 8 на 30 это сосна можно использовать дуб или другие твердые породы но тогда они будут очень тяжелые для изготовления такой полки нам потребуется 4 шпильки мы взяли шпильки диаметром 18 миллиметров 28 гаек и 28 шайб по размеру шпильки первым этапом мы изготовим ножки нашей будущей полки что для этого нужно нужно 4 шайбы и 4 гайки мы их сварим между собой таким образом чтобы внутренняя часть осталась целой то есть сварим снаружи и и и и и и и и вот мы подготовили основание для ножек нашей будущей полки мы сварили четыре ножки таким образом и зашлифовали двумя точками так чтобы внутренняя резьба у нас осталась свободной как это будет выглядеть шайбой вниз и практически полностью докручиваем до конца вот так ножки готовы сейчас мы приступим к изготовлению полок у нас будет четыре полки две полки метровых а две 30 на 30 и и и и и и и и и Сделали мы заготовки под полки, у нас получилось 4 доски, 2 доски по 90 сантиметров и 2 доски по 30 сантиметров, сделали ее чуть-чуть меньше, чтобы она была компактной. Следующий этап это рубанком мы пройдемся по доске, и так приступим к обработке дерева. Продолжение следует... Все, доску мы обработали, прошлись по ней рубанком, сняли верхний старый слой, рубанок убираем в сторону, берем болгарку. Здесь у нас наждачка 60, и сейчас мы будем делать из этой доски уже гладкую, гладкие полки, чтобы не было заусенец и занос. Зашкурили мы все доски, подготовили их уже к следующему этапу, болгарку убираем, доска у нас вся готова. Следующий этап, нам нужно насверлить отверстие под шпильку. У нас будет 4 отверстия, 4 ножки и 4 опоры для полок. Как мы это делаем? Выставляем все доски так, как будут полки. Берем шуруповерт со сверлом по дереву и просверливаем 4 отверстия. Выставил я полки, как они будут в будущем. Фиксирую их к эталу, чтобы не убежали, когда я буду сверлить одно отверстие. Второе. Готово. После того, как отверстия были просверлены под шпильки, наша доска готова к тому, чтобы ее обработать. Можно обработать краской, можно обработать другими какими-то составами по дереву. А можно не обрабатывать, можно оставить в таком чистовом варианте. Будет под дерево. Также можно сделать фаску. Вот что у нас получилось. Эти полки были сделаны сегодня, а эти были сделаны раньше. Эта полка уже готова к сборке. Как видите, она уже имеет такой приятный цвет под дерево. И сейчас мы будем уже делать финишную сборку. Посмотрите, что получится из этих 4 досок. Сама система сборки. Идет гайка, шайба, доска, шайба, гайка. Получается, шайба прижимает доску и гайками в этом фиксируется. Подобным образом везде сделано. На контргайках, можно сказать. Подошва, основание регулируется. То есть, если пол немножечко где-то неровный, то можно отрегулировать. Как в любой бытовой технике сделано. Все, полочка готова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...